Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». У нас очень много оптики, также у нас есть кузовные запчасти. Есть коробки переключения передач, двигатели, а также все навесное оборудование. С каждым днем мы хотим становиться лучше. Поэтому, уважаемые подписчики и наши клиенты, оставьте отзыв Google либо Яндекс по поводу работы нашей компании, а также о наших сотрудниках. Ссылочки в описании. Ну а прямо сейчас мы пройдемся почему-то очень популярному. Итак, встречаем 1.4 от VAG. 16-клапанные бензиновые двигатели объемом 1.4 и 1.6 появились под капотом автомобиля Golf в 1997 году. Это были двигатели семейства EA111. Они установлены под капотом под углом 20 градусов с выпускным коллектором вперед. Двигатель 1.6 мы уже разбирали, так что посмотрите в нашем плейлисте про двигатели Volkswagen. Двигатель 1.4 от 1.6 отличается ходом поршня. У 1.4 он 75,6 миллиметра, у 1.6 он 86,9 миллиметра. Диаметр цилиндров у них одинаковый – 76,5 миллиметра. Важное отличие. Блок у двигателя 1.4 алюминиевый, а не чугунный. Степень сжатия у данного мотора 10.5, что на единицу меньше, чем у двигателя 1.6. Разбираться с недостатками двигателя 1.4 мы будем на примере двигателя AXP, снятого с Volkswagen Golf 4-го поколения 2000 года. Также его устанавливали на Volkswagen Bora и Seat Toledo с 1998 по 2002 год, а также его ставили на Seat Leon, где он ставился до 2005 года. Но дольше всего этот двигатель прописался на Skoda Octavia с 2000 по 2010 год. Мнения по поводу надежности этого двигателя противоречивые, хотя двигатель-то в принципе надежный и может пройти 300 тысяч километров. Неудобства доставляют капризы по поводу топлива, также по поводу EGR и ненадежного привода ГРМ. Расположенный в топливном баке бензонасос иногда требует внимания. Первые симптомы выхода из строя – это ухудшившаяся тяга, неуверенный запуск двигателя со второго раза, а также возросший расход топлива. Для более точной диагностики надо проверить давление подачи топлива. Оно должно быть 3 бара. При компьютерной диагностике на проблему с топливным насосом указывает сильно положительная корректировка топливной смеси под нагрузкой. Работа двигателя на бедной смеси отражается на свечах зажигания. Электроды покрываются белесым, таким тускло-белым налетом. Бензонасос относительно легко реставрируется путем замены его электромоторчика. Датчик положения коленвала на этом двигателе стоит вот здесь. При неисправности датчика положения коленвала двигатель может не заводиться либо заводиться только на горячую. Также двигатель может глохнуть на ходу либо при отпускании педали газа. Троить и работать очень жестко. Проще всего выявить проблему с помощью компьютерной диагностики. Иногда датчик вообще ни причем причина грязь в контактах его разъема, а также просто обрыв провода. Клапан EGR двигателя 1.4 под евро 4 и поэтому он электронный, оснащен сервоприводом. Этот клапан адаптивный и оснащен обратной связью. Это значит, что, во-первых, блок управления получает данные о положении клапана, а во-вторых, что его надо программно отшить. Если его просто заглушить, то на приборной панели появится чек-энжин. Клапан на более ранней версии двигателя 1.4 оснащен вакуумным приводом. Глушится элементарно. Иногда клапан EGR создает проблемы. Часть из этих проблем чисто механическая. Клапан EGR может подклинивать и плохо закрываться. Из-за лишних порций, отработавших газов во впуске, двигатель будет плохо заводиться, плохо развивать обороты, а также будет плохо удерживать эти самые обороты. Другими словами, из-за сбоя в работе клапана двигатель будет работать на обогащенной смеси и неравномерной ее подаче. При этом свечи будут влажные. При заклинивании клапана будет биться ошибка по потенциометру положения клапана. Избавиться от этой проблемы можно просто почистить клапан специальным средством. Нередко клапан EGR просто отказывает. Тогда он остается в закрытом положении. Естественно, показывается ошибка Check Engine и тогда клапан надо менять. Хотя специалисты говорят, что если моторчик не работает, то в этом виноваты контакты, которые просто окисляются и отваливаются. Нужно разобрать вот эту фишку, прочистить контакты, подпаять и тогда все станет отлично. Ну что, самая скучная вводная часть закончена и сегодня с нами будет Анатолий. И мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка требует внимания не часто. Обычно ее чистят за компанию, решая проблемы с другими деталями двигателя. Но при ее установке обязательно потребуется адаптация с помощью фирменного ПО. Катушка зажигания на ранних двигателях 1.4 с обозначением А, как в нашем случае, одна. От нее идут высоковольтные провода. Иногда корпус катушки трескается и ее начинает пробивать. Лучше, конечно, заменить катушку на новую либо еще лучше на бэушную из «АвтоСтронг-М». Некоторые умельцы заливают трещины эпоксидным клеем и тогда катушка начинает работать нормально. Форсунки загрязняются из-за плохого топлива и начинают его лить в цилиндры, а не разбрызгивать. Из-за этого двигатель теряет в мощности и эластичности, может плохо заводиться, а также в некоторых режимах возникает детонация. В самых запущенных случаях фиксируются пропуски зажигания. Форсунки чистятся легко. Их лучше всего чистить проливкой и подачей импульсного напряжения, чтобы форсунки функционировали во время промывки. Датчик абсолютного давления иногда нуждается в чистке. На это указывает соответствующая ошибка. Этот датчик может даже препятствовать запуску двигателя. Датчик температуры охлаждающей жидкости встроен в пластиковый корпус. В данном случае его нет. Этот датчик нередко выходит из строя и тогда показывает некорректную температуру двигателя, то есть охлаждающей жидкости. По приборам может двигатель не догреваться либо перегреваться. Но на самом деле система охлаждения функционирует абсолютно нормально. Хуже всего, если датчик дает плохие данные, некорректные при запуске двигателя. Тогда двигатель может просто не запуститься. Не запуститься из-за того, что топливная смесь не соответствует реальной температуре двигателя. То есть при запуске холодного двигателя смесь может быть слишком бедной, а при запуске теплого двигателя смесь может быть слишком богатой. На проблемы с датчиком может указывать соответствующая ошибка, а также несоответствующая реальности температура двигателя, которую покажет диагностика. Вся эта деталь – это корпус термостата. От старости и нагрева в пластик деформируется, и антифриз может потечь вот по этой прокладочке. Маслоотделитель системы вентиляции картерных газов установлен прямо на блоке. Двигатель 1.4, как и его старший брат 1.6, известный перемерзанием трубки вентиляции или маслоотделителя картерных газов. Вот эта трубка, которая идет к воздушному фильтру. Дело в том, что при температуре минус 20 происходит перемерзание. Из-за чего? Из-за наличия в этой трубке влаги. А влага там скапливается при коротких поездках, когда двигатель не успевает прогреваться и испарять ее из воздуха, который находится в картере и ВКГ. Проходимость системы ВКГ можно проверить на работающем двигателе. Для этого достаточно открутить пробку маслозаливной горловины. Она должна минимально подпрыгивать. Затем добавляем оборотов, и она должна присасываться. Если же она подпрыгивает еще больше, то значит в системе есть проблема. То есть в картере высокое давление, и эту проблему надо срочно решать, потому что давление выдавит все сальники, а также масло через щуп. В приводе ГРМ два ремня. Основной, который приводит впускной распредвал, и дополнительный, который приводит выпускной распредвал. Привод ГРМ получился хлопотным, потому что сделан дешево. Во-первых, здесь пластиковые обоймы роликов, которые еле выхаживают 80 тысяч километров. В таком случае ремень может соскочить либо перескочить. Во-вторых, у дополнительного ремня есть неприятная особенность – срезает его зубья. И это чревато загибанием выпускных клапанов. Такая неприятность случается и с оригинальными ремнями, и с качественными заменителями. Они еле выхаживают 50 тысяч километров. Поэтому специалисты рекомендуют менять этот ремешок каждые 40 тысяч километров. И менять также ролик-натяжитель. Распредвалы размещены в отдельной опоре, расположенной сверху на ГБЦ. Обратите внимание, что крышка уплотняется герметиком. Свечные колодцы проходят через всю крышку. И если герметик здесь истощается, то масло попадает в свечные колодцы. Если масло попадает в свечные колодцы, то надо снимать крышку и переуплотнять. Несмотря на то, что в ГБЦ у нас все черное и грязное от устаревшего масла, кулачки у нас сохранились неплохо. В принципе, это ГБЦ в нормальном состоянии, но нас смущает большое количество нагара. Еще стоит заметить, что в оригинале на этот мотор ставятся свечи с тремя электродами. Здесь стоит жалкое подобие оригинальных свечей с двумя электродами. Запомните, что этот двигатель с хреновыми свечами расходует на пару литров больше топлива. Блок в этом двигателе алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения. По состоянию хон здесь присутствует и выработки не ощущается. Стоит заметить, что при пробегах в 300 тысяч километров данный мотор начинает поджирать масло. Это происходит из-за маслосъемных колпачков, а также из-за маслосъемных поршневых колец. Это наш случай, но, скорее всего, здесь мотор подъедал масло из-за того, что масло было очень старое и хреновое. Поддон здесь алюминиевый с датчиком уровня масла. Многие, по незнанию, слишком сильно закручивают сливную пробку, затем срывают резьбу, и тогда приходится нарезать новую. Смотрите, маслозаборник идет в переднюю крышку двигателя. Здесь находится маслонасос. Маслонасос приводится от носка коленвала. Заметьте, поршни у нас нормальные, не таблеточные, с удлиненными юбками. Так как наш двигатель пострадал от несвоевременного обслуживания, у нас стерто графитовое напыление, на юбках поршней видны задиры, также закоксовано маслосъемное кольцо и износ шатунных вкладышей. Приятная особенность – вот этот канал, по которому масло подается к поршневым пальцам. Кстати, в блоке маслофорсунок нет. По инструкции к этому двигателю, если вы снимаете коленвал, соответственно, снимаете опоры коленвала, то обратно вы это все не поставите, потому что якобы блок деформируется. При замене коленвала блок надо менять на новый. Удивительно, что при таком количестве жижи, которая когда-то была маслом, износ коренных вкладышей присутствует, но задиров нет. То же самое мы можем сказать и о коленвале. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали надежный, хороший мотор. К сожалению, ему достался не очень хороший хозяин. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».